Мы привыкли говорить о тонких легких безрамочных смартфонах теперь уже, которые используем в повседневной жизни, но сегодня мы от этой темы отойдем и поговорим о более специфичном классе защищенных смартфонов. Да, это кирпичи, да, ими пользуются и да, мужики в соседнем гараже мечтают о таком. Когда ответили на все насущные вопросы, поговорим теперь о сути. Есть такая компания Caterpillar, которые занимаются созданием спецтехники и оборудования, от экскаваторов и инструментов до одежды и обуви. Недавненько в компании решили, что пора бы сделать смартфон под стать всему этому. Так появилась линейка защищенных устройств Caterpillar. И сегодня мы говорим о флагмане этой линейки S60, о котором уже, кстати, делали ролик на МВЦ 2016. Этот кирпич наконец-то поступил в продажу, в том числе и в России. У него есть одна невероятно крутая и максимально эксклюзивная фишка — тепловизор, о котором мы, естественно, поговорим. Когда речь идет о защищенных смартфонах, то, как правило, дизайн стараются не особо затрагивать. Но S60 — однозначно самый симпатичный бронифон. Массивный прямоугольный брусок и, справедливости ради, не самый большой по сравнению с другими подобными устройствами. Можно даже сказать компактный. Толщина 12,6 миллиметра, а вес 224 грамма. Переходим к его главным особенностям. Широкая боковая рамка сделана из металла, а остальные части — из противоударного пластика. Все крепко и надежно собрано, так что S60 можно держать в воде 60 минут на глубине 5 метров, и все будет в порядке. Водонепроницаемостью сейчас никого не удивить. Да, IP68 поддерживает погружение до 5 метров, но сейчас любой флагман, конечно, не на 5 метров, но в воду погружать можно. Куда интереснее ударопрочность. MIL-SPEC 810G — военный стандарт, выдерживает падение с высоты человеческого роста, то есть 1,8 метра. Нет причин, чтобы не проверить. Телефону ничего нет, давайте бросим еще раз экраном вниз. Вы сами все прекрасно видите, ни царапинки. Экран закрывает стекло Gorilla Glass 4, но утолщенное, чтобы повысить надежность сборки и смело кидать смартфон на бетон. В обычной версии этого стекла толщина составляет 0,4 миллиметра, в CAT 60 — 1 миллиметр. Экстремальные условия тоже не проблемы. Аппарат работает при температуре от минус 25 до плюс 55 градусов по Цельсиям. Спереди, помимо экрана, находится глазок фронтальной камеры на 5 мегапикселей, светодиод, три физические пластиковые кнопки, назад, домой. Многозадачность. А что это за тумблеры сверху и снизу? Они нужны для физического закрытия динамиков, чтобы не попала вода. У них два режима — до 2 и 5 метров. Разумеется, звук становится заметно тише во втором случае. Погружать можно не только в воду, но и в грязь, а после с помощью системного софта просушить динамики, воспроизводя различные звуки. Такая же схема используется в Apple Watch. На левой грани только кнопки регулировки громкости, зато справа целый букет. Рельефная кнопка включения, оранжевая кастомизируемая кнопка. В настройках назначаются действия по короткому и долгому нажатию. Ниже три заглушки с кнопкой SOS, microUSB для зарядки и разъемом 3,5 мм для наушников. Нажатием насос можно отправить трем получателям свое местоположение, их контакты устанавливаются в настройках. Снизу пусто, а сверху выступ. До него еще дойдем. Жаль, конечно, что разъем не Type-C. Производители уже сейчас научились делать их защищенными, не используя заглушки. Ждем в следующем поколении. Задняя спинка похожа на карбон, но на самом деле сделана она из пластика. Наверху пластиковая дверца тоже, которая прикрывает слот под microSD и флешку. Да, две SIM и microSD одновременно. Следующее. Рядом расположена двойная камера, сказал бы я бы тут обычный смартфон, но нет, камера здесь всего одна. На 13 мегапикселей снимает очень средний. Конечно, не на уровне бюджетников, но среднячков точно. Видео пишет FullHD 1080 30 fps, но все это не важно. Вам же не Instagram с него вести, хотя тоже можно. А вот выше расположено самое интересное, что есть в этом телефоне — глазок тепловизора. Подобный инфракрасный тепловизор вы могли видеть в боевиках или шутерах. Именно из-за него здесь такой выступ. KTS 60 — это первый в мире телефон с подобной технологией, плюс он создает впечатление неубиваемого и надежного. До Nokia 3310, конечно, чуть не дотягивает, но уже неплохо. Что умеет термографическая камера? Здесь установлен модуль Lipton от компании FLIR. Он работает на расстоянии 30 метров сквозь темноту и дым. Естественно, можно делать фотографии с разрешением 640 на 480 точек, а также снимать видео. Включается режим в настройках камеры, после чего на экране видно изображение, полученное в инфракрасном диапазоне и величины температуры в разных участках кадра. Рядом есть шкала для большего удобства. Работает все это в реальном времени, но кому это нужно? Как и вся продукция Caterpillar — профессионалам. Например, спасателям, строителям, пожарным и другим работникам опасных профессий. Вот как это выглядит на практике. Вы, например, где-нибудь на судне и вам нужно посмотреть, не перегрелся ли мотор или еще чего. В наших условиях подобных вещей нет, но, например, можно посмотреть, как нагревается Macbook и в какой части он теплее всего. Применим такой сценарий к любой вещи, выделяющий тепло. Даже если руку к столу приложить и тут же убрать, будет виден тепловой след. В галерее снимки, сделанные на тепловую камеру, можно просматривать в двух режимах. Просто смахиваем вверх или вниз, чтобы посмотреть на обычную фотографию и в обработке сенсора. Едем дальше. Дисплей, разумеется, мультитач, но при этом реагирует на перчатки и мокрые руки. 4,7 дюйма с разрешением 1280 на 720 пикселей по технологии AC и HVA. По сути, это обычный IPS, поэтому не берите в голову лишние термины. Экран хороший, как по запасу яркости около 600 нит, так и по насыщенности и углам обзора. Дисплей действительно очень хорош, не ожидал. В самый яркий день информацию на дисплее видно просто отлично. Что еще? Работает смартфон на Android 6, и это главный минус подобных устройств. Обновления они чаще всего не получают. С другой стороны, аудитории подобных смартфонов это и не нужно. Но лично мне не помешало бы Nougat или Oreo. В игры на таком смартфоне вряд ли кто-то будет играть, поэтому производительность не особо-то и важна. Тем не менее, внутри 64-битный Snapdragon 617 с 3 гигабайтами оперативной памяти и 32-мя встроенной, которые можно расширить с помощью карточки microSD до 128 гигабайт. Учитывая, что здесь HD-дисплей и Android 6, этого за глаза. Скорость не эталонная, но лагов не замечено. Что там по беспроводным соединениям? 3G и 4G, Wi-Fi 802.11, 802.11, BGN, Bluetooth 4.1, NFC, Android B, кстати, работает. Конечно же, есть GLONASS, GPS, AGPS и Beidou. Спутники спокойно находят без сотовых сетей, так что можно брать в лес и всегда иметь при себе карты. То есть, да, местоположение определяет очень точно, и для такого телефона это немаловажно. Смартфон уверенно продержится рабочий день, аккумулятор в нём на 3800 мАч, есть поддержка Quick Charge 2.0. KETOS 60 – это максимально нишевый продукт, по железу он проигрывает чуть ли не всем середнячкам. И создан он не для этого, его отлично взять с собой на рыбалку, на охоту, в поход или любое другое место, куда жалко взять iPhone X или дорогой Galaxy. Но самое главное, он способен отслеживать утечки тепла. Например, затеяли ремонт на даче, посмотрели на дыры в стенах, герметичность окон, в целом проверили теплоизоляцию. Если всё нормально, спокойно живёте дальше, делайте дела. Профессиональные отдельные тепловизоры стоят очень недёшево, такой же модуль, как в смартфоне, будет за 20 тысяч рублей примерно. При этом сам S60 стоит 50 тысяч. Это немалые деньги, но глупо обсуждать цену аналогов смартфону просто нет, поэтому и думать о покупке здесь не приходится. Причём конкретно в этом случае не имеет смысла обсуждать серый или RST. Однозначно, брать можно только Ростест, так как в случае поломки S60 поменяют или отремонтируют, не задавая лишних вопросов. И что-то мне подсказывает, что когда ты инженер, лётчик или моряк, такие случаи имеют место быть. Уверен, что эта модель уже нашла своих покупателей, а Caterpillar большие молодцы, так как продвигают в массы профессиональные устройства, которые можно использовать в обычной жизни. Это же как-никак ещё и хороший смартфон. Субтитры сделал DimaTorzok